Всем привет, вы находитесь на канале BigFireApple, всех поздравляю с 2021 годом, желаю всего-всего самого лучшего. У меня наконец-то дошли руки до распаковки iPad 2020 года на процессоре A12 Bionic и разрешение экрана 10,2 дюйма. Давно вы просили снять на него обзор, сравнить с iPad Air, я вашу просьбу услышал, купил и посмотрим вообще, что он из себя представляет. Это версия на 32 гигабайта с Wi-Fi, потому что сим-карта она нафиг не нужна, когда можно с айфона раздать. На 32 гигабайта в принципе сейчас весь контент происходит в онлайне. Ну у меня 64 гигабайта достаточно на iPad Air, а на таком iPad к сожалению 64 нету, а 128 гигабайт покупать тут вообще смысла никакого. Ну вот я как-то не увидел, поэтому взял именно такую модель, вот чисто для обзора. Вот это золотая версия, есть еще Space Gray и обычная серебряная. Серебряная тоже идет с белым экраном спереди, как и золотая. А черный идет с черным экраном, ну это так, если вам было интересно. Давайте посмотрим на коробку от iPad предыдущего поколения. Она в принципе никак не отличается, тоже вот боком расположен у нас iPad, вот как 20-го года. Это модель, насколько я помню, 17-го года и обзор у меня, кстати, распаковка его до сих пор где-то находится на компьютере, я ее не смонтировал. Ну коробочка подросла немножко, потому что 9,7 дюймов, здесь 10,2. А вот если сравнивать с коробкой от iPad Air 11, с iPad Air 11 дюймов я хотел сказать, то в принципе у них один размер, что странно. Ну ладно, давайте приступим к распаковке. Что касается процессора 12 байоник, такой же процессор находится в iPhone XR, в iPhone XS и XS Max, что собственно говорит о неплохой производительности. И такого iPad должно хватить на долгие годы, ну минимум на 4 года должно хватить, это точно. Особенно если Apple будет его обновлять, а она его будет обновлять 100%. Еще крутая особенность вот этого iPad Air, то что в комплекте идет адаптер питания на 20 ватт. Ну мы это еще посмотрим, а это очень хорошее дополнение. То есть в настоящих реалиях нужно иметь вот такой вот iPad, либо iPad Air и iPhone. Тогда никаких проблем, ну имея нового iPhone 12 или 12 mini, там адаптеры не идет, здесь идет, так что полный комплект будет. Так что если вы хотите купить новый iPhone, ну в комплекте берите iPad, так будет дешевле, чем покупать адаптер отдельно. Вот такой совет от Bigfire Apple. Что меня еще поразило в этом iPad, ну хоть он и считается бюджетным по меркам Apple, здесь нету язычка, за который можно потянуть и сделать распаковку. Вот на iPad Air есть, на всех iPad'ах есть, даже на iPad mini есть. Не знаю, с чем связана эта экономия, ну так что придется распаковывать старым добрым способом, ножом. Забытые чувства. Ну что, давайте приступим к распаковке. Это официальная версия, покупалась в Apple Store на сайте. Поэтому гарантия 2 года должна быть. Так, пленку сняли. Давайте подтянем. В последнее время почему-то iPad'ы легко так не выпадают из коробки. Видимо, с уходом Стива Джобса качество техники, упаковок просело. Тебе приходится, вот никакой магии нет. Вот, видите, я держу. Она не едет. Она не едет. Застряла. И вот у нас iPad лицом к лицу нас встречает. Рамки. Ну, ох, какой цвет. Похоже даже на розовое золото. Ну, кстати, очень симпатично. Давайте его пока отложим. Так же у нас в комплекте идет, ну, яблочки, наверное, и тут. Так. Почему-то такая толстая здесь рамка. Не знаю почему. Какое ощущение, что там что-то еще должно идти. Видите. Ну, ничего нет. Такие яблочки. Могли бы и золотые положить. Инструкция. Кстати, у нас здесь Touch ID до сих пор. Ха. И еще какая-то гарантия или брошюрка. Идем дальше. К комплектации. Здесь у нас сетевой адаптер на 20 Вт. В биоразлагаемом пластике. Если его кинуть в воду, то он растворится. Проверять я не буду, конечно, но поверьте мне на основном. Видите, на 20 Вт. Можно и iPhone заряжать быстрой зарядкой, и iPad будет заряжаться очень быстро. И это я уже могу по своему опыту сказать. Эта зарядка заряжает iPad Air буквально за час на 100% с нуля. Ну, даже быстрее. И у нас идет тут провод Lighting to USB-C. То есть, к компьютеру его, к сожалению, не подключить. Ну, если у вас нет USB-C разъема. А у меня на старой Маймахе, к сожалению, нет. Так что все равно придется докупить Lighting, если у вас его нет. Что если хотите подключать компьютеру. Ну, хотя, в принципе, с таким адаптером только USB-C идет. Так что, какие вопросы, это уже мои придирки. Давайте распаковывать сам iPad. Возвращаясь к самому iPad. Держать в руке его очень, в принципе, легко. Сейчас я принесу iPad 9.7, и мы сравним его, и распакуем. Также сравним с iPad Air 1020. Ну что, самое время снимать пленки. Я подготовил еще три iPad для сравнения. Сейчас мы снимем пленки и посмотрим. Ух ты, какая красота. Новый, чистый экран. Первое включение. Белое на белом. Давайте положим пленку сюда, чтобы не царапался. И пока что сравним его с iPad 9.7. Смотрите, насколько он больше стал. Вот iPad 9.7, вот iPad 10.2. По размеру экрана, вот вы видите, собственно, незначительное увеличение, но это все равно приятно. А вот как выглядел iPad 3-го поколения. Такая вот гладильная доска. Ну вот, собственно, если их сравнивать, тут тоже 9.7 дюймов. А вот, если сравнивать с iPad 11 дюймов, тут, в принципе, никакого сравнения. Кстати, кнопка механическая. Могли бы сделать ее в Force Touch. Сравнение не интересует. Так что убираем эти старые iPad'ики. И будем уже заниматься новым. Выбираем русский язык. Страна, Россия. Быстрое начало. Здесь установлено почему-то iOS 11. Предлагают настроить Touch ID. Давайте проверим, что он работает. Да, все работает, поэтому сейчас его настраивать не буду. Настроим его чуть-чуть попозже. И пароль тоже создадим попозже. Не использовать код пароля. Так, теперь нам предлагают восстановить из копии iCloud. Но я сейчас это не хочу делать. Итак, все, что нужно, было я настроил. Давайте приступим. Сделаем максимум подсветку. И вот, собственно, такой вот iPad. Все четко видно. Никаких нареканий не может быть. Все очень красиво, четкая картинка. 10,2 дюйма, в принципе, достаточно в 2020 году. Когда будет экран 10,5, как на iPad Air 3-го поколения, тогда посмотрим. А пока что такой экран, в принципе, достаточно. Особенно вот такие толстые рамки, они как раз под палец. Ты не задеваешь, как на iPad Air 4. Это я уже по своему опыту говорю. Тут, в принципе, все быстро работает. Давайте вот камеру попробуем. Фоткает. Live photo есть. Но iPad, конечно, не для фотографии. Но, тем не менее, все работает очень быстро. Да, видите? Никаких тормозов. Должно выйти какое-то, но обновление должно выйти. Да, вот обновление iPad iOS 14.3. Сейчас мы его поставим. Пускай скачивается. А так, в принципе, устройство для домашнего использования. YouTube. Какие-нибудь фильмы посмотреть в Google Chrome или в Safari. И, собственно, чего еще нужно? Это iPad шел в подарок. Вот, сейчас я вам распакую еще такой вот чехол розовый. И посмотрим, как он в чехле будет смотреться. Вот и все. Вот так вот он выглядит. Все распаковывается, открывается. Как мне кажется, хороший подарок. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Все свободно. Всем привет. Вы находитесь на канале BigFireApple. И сегодня будет обзор на iPad 2018 года, купленный в МТС за 12,990. Вот, можете убедиться сами, без каких-либо обманов 12,990. Такую цену вы нигде не найдете. Это была единичная акция.